Две кучи битого кирпича и обгоревшие доски – это всё, что осталось от двухэтажного дома по улице Пушкина. Огонь в здании вспыхнул поздним вечером. Лидия Орехова спаслась чудом. В 84-летней пенсионерке пришлось на верёвке спускаться из окна второго этажа. Лидия Дмитриевна успела одеть только пальто и галоши. Постала эту баретку, открыла окно. Хорошо, что у меня открывается. Заклеено. Еле открыла туда и сюда. Села на окно и сижу. Мне говорят, бабушка Лида, подожди, сейчас лестницу принесём. Но лестницу до сюда мотались, а не нашли. В огне погиб 20-летний Дмитрий Богушевич. Парень бросился спасать свою маму и младшего брата. Сгорел и виновник пожара. Мужчина крепко выпил и заснул сигарет в руке. Соседи пошли, там указали, в кресле сидел, в трусах, а горело уже все вьём. Погорельцы остались без жилья и всех документов. И всё, за два часа сгорел дом. 12 часов уже всё, не было нифига. Ни дома ничего, он как спичка сгорел. Конечно, забоялись, но судьба была сгореть только одному дому. Поскольку, видите, возле дома рядом сарай, деревянный абсолютно. Ветер был в ту сторону, почему-то даже стекло не лопнуло, не сгорело. 15 жителей Комиссаровки временно приутили родственники и друзья. Районный благотворительный фонд выделил каждому пострадавшему по 2000 гривен. Готовится оказать помощь и местной власти. На сегодняшний момент рассматривается вопрос о выделении по 5300 на каждую семью управлением социальной защиты населения. Выделены деньги райгосадминистрации в количестве 50 тысяч. И рассматривается вопрос о выделении жилья. Для погорельцев свободного жилья в Комиссаровке нет. Предоставить им квартиру смогут только в других населённых пунктах. Постсовет ведёт переговоры с мэриями соседних Артёмовской и Ломоватки. Там много брошенного жилья, но не все погорельцы готовы покидать Комиссаровку.